Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предложили смягчить требования по эвакуации автомобилей. По мнению парламентариев, водителям неправильно припаркованных машин необходимо давать примерно четверть часа на то, чтобы они отогнали свое транспортное средство. Нужно обязать эвакуаторщиков в случае наличия на стекле визитной карточки звонить, предупреждать и давать водителю 15-20 минут на перепарковку, заявил Нилов. Тогда можно будет избежать конфликтов между автовладельцами и представителями эвакуационной службы. Трасса 101 Инспекторы ГИБДД в Кирове проверили освещенность пешеходных переходов в темное время суток, сообщает прислужба госавтоинспекции. Нарушений было выявлено немало, в том числе на улице Павла Корчагина рядом с домами 1 и 225. По итогам рейдов полицейские направили в городскую администрацию предписание с требованием подсветить переходы как следует. Ранее это было сделано на улицах Малая Производственная, Лесная, Урожайная, Проезжая, Богородская, Нагорная и других. Кировские автомобилисты считают, что в целом город по ночам освещен хорошо. Ну, на мой взгляд, неплохо. Поставили фонари даже у высшей птицефабрики. Там никогда раньше ни асфальта не было, ни фонарей. Последнее время мне нравится, как у нас освещены центральные улицы, но некоторые маленькие улицы и дворы оставляют желать лучшего. Вместо автомобильно-железнодорожного моста через Керченский пролив может появиться тоннель. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов. По его словам, с соответствующей инициативой выступили китайские и канадские строительные компании. Они уверяют, что устройство тоннеля обойдется дешевле – от 60 до 80 миллиардов рублей. Стоимость моста – почти 300 миллиардов. К тому же подземная переправа сможет работать круглогодично, а надземная из-за штормов и ледяных дождей – нет. Трасса 101. Россиянам, путешествующим по Германии на автомобиле, возможно, придется оплачивать специальный дорожный сбор. О необходимости оплаты проезда иностранными водителями заявила немецкая консервативная партия. Впрочем, это касается и самих немцев. Однако консерваторы предлагают сделать для них куда более щадящий тариф. На этом все. До свидания. Трасса 101.